Не пойму, как пойдет? Глазок закрылся. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия по Слову Твоему. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами и в этот вечер. Сохрани нас в любви, согласии единомыслия и паслу. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Если на видео нажмете, у вас будет глазок уйдет. Видео перестанет показывать. Ну я имею ввиду это, картинку перестанет вашу показывать, что мы здесь находимся. В книге Откровений, 14 глава. А сейчас он не движется, у меня всегда двигался. 9-й, 10-й стих, если я не ошибаюсь. Ну значит, что-то зависло. Не знаю. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное, приготовленное в чаши гнева его. И будет мучим в огне, и силе перед святыми ангелами и перед аминцем. Толкование. Человек меньше пришел сегодня. Вавилон пал. Теперь возвещается наказание Божие всем принявшим Антихриста и поклонившихся Ему. Кратко. Но ужасно было сатанинское торжество. Тей антихристово царство. Теперь расплата. Тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное, приготовленное в чаши гнева его. Кто пил из сатанинской чаши яростное вино блуда, тот будет пить вино ярости Божией из чаши гнева Божия. Опьяненный блудом будет опьянен яростью Божией. Кто чем грешит, тот тем и наказывает. Таинственная чаша гнева Божия прослеживается на протяжении всего священного писания. Человек согрешил, и вот с полу дня чаша гнева Божия нависла над ним. Но нам все более наполняется вином ярости Божией из-за умножения беззаконий и блудеяний народов. И готова вот-вот опрокинуть свои двица. Временами некоторые капли оброняются, наказывая нечестивых. Котов, гибель параола, вавилонский плен. Однако чаша еще не излита. Спокойные и нечестивые, но пророческим оком видят страшную чашу мужи Божии. Котов, дождем прольет он, Бог, на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, и вдоля из чаши. Воскресает царь Давид, Солом 10, 6 стих. Еще цитата. Ибо чаша в руке Господа, и но кипит в ней полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. Солом 74, 9. Особенно много пишет об этой чаше пророк Иеремия. Цитирую. Ибо так сказал мне Господь Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию свином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя. И они выпьют и будут шататься и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И скажи им, так говорит Господь Соломов Бог Израилев, пейте и обденейте и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Соломов, вы непременно будете пить. Проперемия, 25 глава, 15-16, 27-28 стихи. Еще одна цитата. Ибо так говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты не останешься ненаказанным. Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Проперемия, 49-12. Еще цитата. Радуйся и веселись, дочь и дома, обитательница земли Уц. И до тебя дойдет чаша. Напьешься до пьяна и обнажишься в щель иона. Наказание за беззаконие твое кончено. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь и дома, он посетит и обнаружит грехи твои. Плачь и не имеем. 4 глава, 21-й год. И вот слова пророка и языки Илья. Ты ходила дорогой у сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог. Ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвернешься по смеянию и позору, по огромной вместительности ее. Объединение и горести будешь исполнено. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Томаи. Возвещает и пророка вакуум. Ты присыпился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Но параллельно этой черной нити прочит списание от чаши гнева Божия прослеживается и красная нить от чаши спасения. Неизреченно и дивно таинство превращения чаши гнева в чашу спасения вина ярости, вина любви. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Солм 115, 4 стих. Восвещает палмопевец. Так, приступим и рассмотрим сие таинство. Смертоносная чаша гнева Божия изливается на невинных животных. Они закалаются и наполняются чашей кровью. Цитата. И докладит им стоп. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другого половиною окропил в жертвы. И взял Моисей в крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, которую Господь заключил с вами». Игорь Исход, 24 глава, 5, 6 и 8 стих. Еще цитата. «Но это и есть тень будущего тела во Христе». Спасание Колоссянам 2, 17. «Еще год, агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1, 2, 25, 10. «Христос взял на себя грех всего мира, а потому над ним низко нависла чаша всего в небо Божия. Все накопившееся в ней оттворение мира и все, что еще накопится в ней до кончины века, все готово было излиться на сего непорочного и невинного агита. Вино страшной ярости Божией подносится к неоткверленным устам Бога-человека». Цитата. «Можете ли вы пить чашу, которую я буду пить?» Вангрия от Морфея, 20 глава, 22 стих. Спрашивает 300 учеников. «Неужели он, причистый и неоткверненный, должен пить ярость Божию, пить эту страшную чашу до дна? Не потерпевший ни малейшего прикосновения к греху, должен испить все море возглездия за грех. Если возможно, доминует меня чаша сия». Вангрия от Морфея, 26 глава, 37-35 стих. «Молится он в скорби и тоске». «Это не малодушие, это не слабость, это содрогание его причистого и невинного прикосновения и даже всецелого погружения в гнев Божий. Содрогание от истития чаши широкой и глубокой посмеяния и позора, наказания за грех. Это содрогание причистого и всесвятого от наказания за свою чистоту и мерзость мира. Это содрогание возлюбленного Отцом Сына, вечно пившего любовь очью от необходимости, испития, ярости и гнева Божия. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вангрия от Морфея, 27-46. «Мог, крепивший более всех иных соучастников милей радости от Отца, евреям один день, теперь пить вино его ярости. После такого милея, такое вино, и он воскликнул жажду Вангрия от Ана, 19-28. «Отец мой, я пил твой лей, теперь жажду твоего вина!» И он испил предвечную чашу гнева Божия, гневой его ярости. «Свершилось» вангрия от Ана, 19-30. «И предал твой». «И вот горница, большая, устланная, приготовленная, таинственная тишина вечери, Христос взял также и чашу после вечера, говоря, «Сия чаша есть, новый завет в моей крови, который за вас изливается, которая за вас проникает». Вангрия от Луки 22-22. В этой чаше ярости Божией его гнева теперь моя кровь. Пролита должна была быть ваша кровь, но пролита моя. Пейте из этой страшной чаши ярость его, излитая на меня, притвориться в любовь его, излитую на вас. «Чаша гнева, испитая мною, стала чашей любви, испилаемой вами. Я жаждал за вас испить вино его ярости и гнева. Жаждайте и пейте вино моей любви, милосердие, которое есть, кровь моя». Но люди отвернулись от этой спасительной чаши божественной и в Христии. А сквердили ее недостойными устами и вовсе отвергли. А потому выслушаем гром апостольских слов. «Скользь и к чайшему, думаете, наказанию поверен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает без святину крови завета, который освящен. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я воздам, я воздам, говорит Господь. Страшно впасть в руки Бога живого». Посланник евреям, 10 глава, 20. 9-й 31-й стихи. «Об этом и весь апокалиптического ангела цитирует. Тот будет пить вино ярости Божией, вино целое, приготовленное в чаши неба его». Может быть, вопросы у кого-то возникли? слишком большое толкование. Тогда идем дальше. «Вино цельное толкование. Если и ранее Господь наказывал людей, то всегда растворял свою строгость в Своем же милосердием. Крепость вина ослаблялась водой. На страшном же суде будет вино целое, нерастворенное. Нерастворившее свое яростное вино, нерастворившее свое яростное вино блуда слезами покаяния, будут пить нерастворенное милосердием виной ярости Божией. Несчастный грешник, принявший антихриста и отверженный Богом на страстном суде, подверженный судьбом чаши гнева Божия, будет мучен в огне и серии пред святыми ангелами и пред ангелами. мучениями в огне и серии Писание представляет вечные муки нечестивых и еле огненной. Эти муки будут еще особо усугубляться тем, что они будут пред святыми ангелами и пред ангелами в беду их. Нечестивые будут видеть вечное блаженство святых ангелов и их служение единому Богу, будут видеть то, что они навечно и навсегда потеряли, будут сравнивать свое состояние и состояние блаженства, будут видеть тех, за вражду к которым удостоились вечных пуг. Более того, их муки будут пред агнцем, и они воззрят на него, которого пронизили. Сухария 12.10 будут видеть того, на которого восстали. Но не омоют их уже его раны, неспособны они уже ни каяться, ни печалиться, ни сожалеть, но только вечно мучиться. мучение мучения, мучения, их будет восходить во веки и веков, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания мучения. Толкование. Толкование. И дым мучения их будет восходить во веки и веков. Эти слова напоминают сказанное прутом Исаии. Ибо день мучения у Господа год возмездия за Сион и превратятся реки его в смолу и прах его в серу. И будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Покусая, 34-я глава, 8-го по 10-й стихи. И Иоанн как бы не дерзает и посмотреть самое пекло мучение в эту разгорающуюся печь, а видит только восходящий от нее дым. Дым мучения Андрей Кисарийский разумеет типа как восходящее снизу вместе с плачем дыхания мучимых, либо же как происходящее от диенского огня дым. Дым происходит от огня. Так здесь сами мучения и подразумеваются под огнем. И этот дым мучений будет насадить во веки веков. Вечны будут мучения грешников. О, ужас нескончаемый! И эти мучения будут еще и непрерывны. цитирую, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его. поклоняющиеся люди очень спокойны, когда речь идет о вечность. И не имеют покоя, когда речь идет о жалких делах миской суеты, о жалких земных богатствах и почестях. Нет никакого беспокойства спасения души. Говорят душе своей. Душа много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. И покоится душа беспечно, а когда она внезапно пробудется, будет навеки поздно. Душа, имевшая покой на земле, и не заботившаяся о своем спасении, там страшных мучениях не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, никогда. Вот страшная противоположность небожителям, которые ни днем, ни ночью не имеют покоя, взвая. Свят, свят, свят господь, бог, содержитель, 4 глава 8 мучениях. Одни не имеют покоя в блаженстве и добровольном словословии, другие мучениях. Выражение ни днем, ни ночью, как и в 4 главе означает неналичие дней и ночей вечности, а непрерывность там словословия здесь мучения. Просто использован обычный оборот речи для обозначения непрерывности. Вопросы? Вот на что хотелось бы обратить ваше внимание на внимание вводащика здесь. Значит, многие считают, и в интернете достаточно роликов, что начертания уже неизримо на людей ставятся. А потом вдруг придет антихрист и все окажутся под его власть. Значит, на что хочу обратить внимание здесь. Еще читаю Австрофильм 14 глава 11 стих. «Еды мучений будет восходить во веки веков, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся дверью и образу его и принимающие начертания имени его». То есть впереди идет поклоняющиеся дверью образу его, а потом уже принимающие и начертания имени. «Сразу всплывают такие слова, мы тогда раньше еще визиточки раздавали, там была цитата, по-моему, от Марка 16-16 начинается. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». То есть сначала идет веровать и креститься, а потом просто веровать. То есть вера идет впереди крещения и как бы крещение без веры оно даже не подразумевается здесь. А кто не будет веровать, значит не будет спасен. Также и здесь. Здесь антикрист сначала написано поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания его. Понимаете? То есть так же как и у Господа сначала вера, потом крещение. Также и у антикриста сначала поклонение, потом начертание, а не наоборот. Потому что крещение без веры оно не спасительное само по себе это таинство. Если человек не верит, то и как бы вот. Я не призываю к тому, что например кто примет печать антикриста, но будет веровать во Христа, тот смысл. Нет, не об этом смысл. смысл такой, что вначале идет поклонение и вера во Христа как в Бога, а потом крещение. Сначала катетизация, то есть научение веры человек принимает сердцем. Вот. он идет принимает таинство в крещении и в крещении получает печать дара Духа Святого и в деже поможание и он с этого момента становится христианином, членом Керты. Точно так же я думаю не будет в последние времена еще раз вот читаю поклоняющийся зверю и образу его и принимающий начертание имени то есть принять начертание без поклонения так же как и креститься без веры это как бы выражаться правильно то есть не имеет никакого смысла и какое место ваше обрезание не вменится ли в обрезание их не обрезание не вменится ли в обрезание а крещение это прообраз обрезания когда спорили христиане надо ли им обрезаться нет уже апостола говорит уже это не надо то есть все вера вера ну и дальше мы будем конечно подкрепленные делами делами милосердия делами любви делами вот 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 подтверждение моей мысли что сначала будет отречение а потом уже начертание начертание уже есть суд прислал мне и знаете прислал сегодня ну и мне прислали там уже доказано что это и есть начертание кто автор этого и что доказано кто антикрист уже у всех есть это начертание есть теперь остается только остается только чипирование и все как антикрист придет нас всех зачипировали под этими вот этими черточками наше имя уже у него есть кошмар прошу пока братья это роман хроликов боящийся несовершенен в любви если вы говорите кошмар это значит вы не верите что Господь наш Сус Христос спасет нас и вас если вы верите а вот значит любви нету к Богу нету к людям нету и к самым себе нету вот и почему еще правильно аминь Сергею говорю вот что получается люди так думают что можно принять печать антихриста и якобы без веры в него как в Бога то есть просто принял и все и значит ты уже веришь но ты еще не веришь но ты поверишь может быть и так думают потому что или не веришь ну самое главное что ты уже не спасен это идет от обряда вере обряда вере это как старообрядцы тоже если ты примешь вот это вот троеперстие значит ты погиб это то же самое обряда вере а чего это идет от незнания писания от вот именно веры только в обряд а не вере нету веры в Бога и в его слово что он будет нас судить по слову своему а не так как нам кто-то там сказал что вот ага троеперстие если ты будешь троеперстие на руку свою примешь и начало это троеперстие все ты значит ты на руку принял и начало начертание зверя принял и Игнатий Тихонович то что присылал файлы они не говорят о том что мы приняли или принимаем печать антихриста просто там написано что для тех кто так думает для тех разрешено не принимать вот эти номера там ННН и все вот так пока что так можно не принимать хотя тут конечно везде этому сопротивляются государственные органы уговаривают что принимать нужно везде и все вот и сопротивляются ставят разные препятствия вот поэтому вы зря говорите на Игнатий Тихонович что он прислал файл который разрешает ой не разрешает который говорит что мы принимаем незримо уже печать антихриста нету такого файла вы неправильно его поняли то что там написано вот вот так и еще вопрос у меня такой вопрос вот то что мы сейчас читаем вот про гнев мне интересно вот про гнев Божий потому что много таких слов и тот же Алексей Ильич Осипов говорит профессор что Бог всех любит я это много уже слышу от священников Бог всех любит вот но правда поговорил я со священником который ты говорил он уже вроде бы так не говорит но и не опровергает то что он всегда говорил то есть он всегда проповел что Бог всех любит ни на кого не наказывает и теперь ему все вторят вот мне приходится еще разговаривать с людьми с которыми он разговаривал и их разубеждать что Бог не всех любит Он наказывает нас что вот а то они уверены что Бог не наказывает а тут мы сейчас читаем что гнев Божий Бог гневается на людей и будет их наказывать вот и действительно Он наказывает потому что даже через людей как говорит Алексей Осипов Алексеевич что мы сами себя наказываем но как же мы сами себя наказываем когда нас люди наказывают они воюют с нами они нас бьют нас они убивают нас они нас в тюрьму сажают они у нас материальные блага забирают они люди нас наказывают значит не мы сами только себя наказываем да мы иногда и сами себя наказываем и чаще всего это так и происходит Но Бог наказывает и внешне тоже бывает, и болезнями, и попускает болезни, вернее, и попускает, что люди нас наказывают, и попускает, что стихийные бедствия происходят, нас наказывают, потопы, огонь с неба на Содом и Гамор. Вот. И мне хотелось бы узнать, где, какой святые отцы говорят о том, что вот действительно Бог нас наказывает, а не только мы сами себя наказываем. Вот где это говорят, какие святые отцы. Если есть у кого, скиньте, пожалуйста, вот ссылки, там, и вот слова их, если есть. Исаксирин пишет об этом. Как? Исаксирин. А как он пишет слова, вот хорошо было, да. То есть, они пишут, бывает так, святые отцы, что как-то можно понять, как будто бы это и мы сами себя наказываем. А вот так, чтобы прям вот, вот как я сейчас сказал, да, правильно же? Нас наказывают за грехи наши. Ну, друг, я сами себя наказываю. Это все понимаю, это общие слова. А вот то, что вот как я вот действительно сказал, что люди тоже же нас наказывают. Получается, мы только на наш агрессив. Нет, только на наш агрессив. Что-то мы делаем плохое. Как это, только мы не сами себя наказываем, не всегда. Да, понятно, что мы сами себя тоже наказываем, чаще всего. Но люди нас наказывают. Получается, Бог попускает людям нас наказывать. Да, да, да. То есть, не мы сами себя наказываем. Мы делаем плохое, и Господь нас через людей наказывает. Вот так. Да, да. Сами себя наказывают. Нет. Ну, да, да. Ну, да, да, да. А в том смысле, что Бог нас наказывает. Что посеет человек, то пожнет. Да, 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 вот это правильнее. Что посеет человек, то пожнет. Это правильно пожнет. Но просто они говорят, что Бог это не наказывает. Это сам человек себя наказывает. Это неправильно. Но он это посеял, он это и пожинает. Нет, нет. Тут не только в этом. А надо именно, правда, что именно Бог наказывает. А не только прям сам человек посеял, и там ему он пожал. Не только так. Потому что бывает, Бог вот наказывает так, что человек может и не... Исаака Сирина, почитай, прям с первого дома там все указано, как у него все произошло. почитай потому как раз он пишет ростом 4 говорят что бог не наказывает нет не наказывает он он не гневается это как-то это иносказательно все говорится каким-то там я наверно так я не говорим это такой закон вот как закон физики вот и бросил камень и он упал а вот и сделал плохое дело и вот тебе потоп природа наказала типа бога можно можно вообще боги забыть вы сами просто себя наказываю и вывести хорошие дела делом как же эти храника про поток люди блудили господь наказал сами себя назад а вот не господь наказал то они говорят тут алексей вещества это бог ты не наказывает это как бы природа наказывает тут получается вообще из-за осипова из профессора можно вообще боги ты забыть это я понимаю это все вот как правильно объяснить вот я вот нашел единственный выход на продажу не говорю что люди вот наказывают нас получается не бог наказывает об люди наказывают все люди это свободные они и как природа да там как компьютер там сказала ему там про команду сделал в ответ он а люди могут и не сделать у них воля свободны но они делают а иногда не делают да нет но ведь они же опять опять объясняют это что это как природа это природа это бог такой вот поэтому большая заслуга дьявола это доказать что ни бога нет ни дьявола нет ну это понятно это как надо обидеть объяснить как вот что они ошибаются они говорят что все-все-все в евангелии правильно правильно только в конце не сатану не не христос сатану победит а сатана христа люди начнут верить верить вот серёжа серёж можно я скажу для замана холикова ну и вообще я вижу так люди дело все только что я понимали это такое кремность большая у людей доказать доказать ничего не возможно людям то что у вас там сидеть сказал потоп и пускай они это читают и святых отцов читают на это место златоуста и там конкретно все написано эти люди я так поняла с с которыми вы беседуете, они сами ничего не читают. Слово Божие тоже, скорее всего, они не читают, раз вы им что-то доказываете какими-то своими словами. Если они не верят, а профессора Осипа по им величеству упоминаете, как будто он, не знаю, какой-то великий, уважаемый человек, его вообще можно не слушать. Чего он там говорит-то толково? Зачем вам обращаться к тем источникам, которые вносят раздравь в вашу душу? То, что там люди погибшие уже, ладно, Господь вас выводит на спасение. Ваше дело благовествовать, истину по Слову Божьему. Вы отстаньте вообще от них, сказали истину, идите дальше к людям. Не надо на одних и тех же задерживаться. Это еще не значит, если вы с ними провели год или три года, то какой-то будет толк, если они постоянно противоречат вашим словам, которые вы говорите по Слову Божьему. Если бы они не верят в Слову Божьему, то тебе они однозначно не поверят. Тебе не нужно думать, как бы мне сказать лучше, чем сказал Бог. А Бог сказал, я и... Вот книга «Откровение» только что читали. «Чаша ярости, гнева Божия». И дым мучения их будет восходить во веки веков. Кто это сказал? «Откровение Господа». «Откровение Господа нашего Иисуса Христа». Иисус Христос сказал. «И святые там вопиют, доколе не мстишь. Подождите, вы не отмущения, я вас дам». Господь мстит, он мстит, не знаю, за деяния и наказывает Бог. Но виноваты в этом люди. Я не желаю смерти грешника. Он не хочет никого убивать Бог. Но он не может быть несправедливым. Если он сказал Римлянам 6.23, «Возмездится грех смерть», он сказал, он не может себе противоречить. Если он сказал, он обязан убить грешника, если вот тот не кается. Иначе он лжет в Бог. А Бог, у него нет такого свойства. Он сама истина. Он сказал, он обязан сделать. Он сдал такой закон, он не может их переменять. Он может переменять только в том случае, если видит, что он назначил, например, погубить Меневию. А потом он видит, она кается. Вот здесь он переменяет, гнев на Меневию. Здесь да. Но это не значит, что... Серьез, я еще как... А если бы она не покаялась, он бы, конечно, разрушил. Содомы говорят... Серьез, вместо писания... Я нечерпеливый. Серьез, вместо писания в голову пришло хорошее. Оно как бы... И говорит об этом о всем. Но обо всем тоже. Это книга Тавита. Тавит. 12 глава. Где написано, что цареву тайну следует хранить, и о делах Божьих нужно возвещать громко. Так если он... Если ничего нет, то дел Божьих. О чем тогда возвещать-то громко? А о делах Божьих... И какие? Это не только то, что Господь спас там кого-то, или наградил кого-то, но и кого наказал правильно. Потому что иногда наказание обращают на праведный путь. Ну, не того, который, допустим, там погиб уже от наказания, а кто рядом был, и увидели это, и направились на этот путь. Это дела Господние. Это все дела Господние. Причем тут какая-то природа. Тут слово природа вообще в Библии не употребляется. Ну, я говорю как, братья. То, что, ну, во-первых, то, что Игнатий Тихонович, например, он тоже говорит, он много лет говорил-говорил, и теперь, наконец, там происходят какие-то подвижки, да, насчет крещения, там, и так далее, и тому подобное. То есть и я так же вот отношусь к людям. Я не то, что им там постоянно говорю. Нет, конечно, естественно, этим ничего не сделаешь, когда нудить будешь, да, там, постоянно. Ну, смотря когда надо смотреть, с кем. Кому быстрее давай, а то я... Да, да. А, ну, по поводу обредоврения, еще вот то, что я не высказал, может быть, не помню, что люди, которые вот так думают, что если они приняли вот печать Антихриста, начертания, ну, до того, как он появился, Антихрист, до, как бы, веры в него, да, то есть это так же вот оттуда, из нашего православия как раз и берется, потому что оно у нас и появилось, вот это вот мнение, да, чаще всего. Вот. За границей я не слышал, что где-то такие мнения были, да, там, вот. А тут у нас, вообще, потому что у нас как раз и не учат, православие-то как раз, а вот крестились, вот если вы обряд совершили, тоже приняли, то вы, значит, вы православные, значит, вы спасены, да, вот. А если не приняли этот обряд, вот, значит, вы не спасены. А вера тут не обязательно, да, не обязательно и говорить, что ты веришь, и вообще ничего понимать даже не обязательно. что-то там, что-то лежало. Повторяешь, ты, то есть, то есть, о преддоверии, мысль понятна, и, значит, я с ней тут, да, я... Так же тут, а не важно, что ты понимал, ты про Антихриста, знал ты про него, а ты принял вот этот вот паспорт или там чип, а все, ты, значит, ты погиб, значит, ты не спасен. То есть, вот в это, это, вот, я вот с вами согласен, Сергей, в этом, да, спаси Христу. Да, идем дальше. Откровение, так, Марина Сергеевича, пожалуйста, или, значит, все. Нет, я хотела сказать, я хотела спросить, вот, как понимать тогда, вот сейчас мы принимаем все документы, да, то есть, очень много людей приняли, ННС, да, СНИЛС, вот эти вот новые паспорта, страховые свидетельства, медицинские, это все делалось насильственно, вот на работе, да, это все делалось, то есть, мы не принимали, но нам насильственно их вручили. Перед фактом поставили все, и мы их, у нас их нету, но у нас везде, то есть, везде ставится ННН, куда бы ни пришел, наш ННН везде уже стоит. Вот это, объясните, что это такое? Это делалось насильственно? Вот объясните, почему? Что? То есть, у меня вот такое чувство, что потеряли, люди потеряли вообще бдение. Что это такое? Объясните мне. Как детей, вот крестят тоже, они ничего не знают, их насильно крестили, но при этом, когда дети выросли, им говорят, да ты крещеный, ты спасен, а ты знаешь, не знаешь ты православие или там вообще о Христе, слава ему, что-либо, это не важно, главное, тебя в детстве насильно крестили, и все, ты спасен. Также тут, вам дали что-то там, и вы, а, вы, значит, погибли, вы не спасены. Вот, вот такие бывают и мнения. Как это так? Написано, как понять насильно? Вы совершенно не скажете. Ты правильно объясняешь? Роман, ты неправильно объясняешь? Я с тобой не согласна вообще ни в чем. Все правильно он объясняет? Нет. Ребенка, которого насильно в детстве крестили, это не значит, что он будет спасен, если бы он жил без Бога. Также, если насильно вам поставят печать, на насильно никто, кто вам такой бред сказал, что будет насильно ставить печать антиби. Просто обольщать. Обольщать. Я не этот вопрос задала. Сергей Павлович, послушай меня, я не этот вопрос задала. Я задала совершенно другой вопрос. Все документы, которые, значит, вот мы работали, да, и нам насильственно выручали все документы вот эти. Мы их не принимали. У нас их нет. Но у нас, вот допустим, куда бы ни пошел, наша ННН стоит везде, во всех документах. Куда бы ни пошел оформлять, ННН уже стоит. У нас их нет. Объясните тогда, почему вот это все делается насильственно? У меня такое мнение, что, значит, просто мы не понимаем друг друга. Насильственно все это сейчас делается. У нас не спрашивают ни у кого согласия. Абсолютно. Ты Колю крестила? Да. Сына твоего? Да. Ты спрашивала у него согласия? Изнасиловала ребенка? Нет. А он может быть неверующий в ужас. Ты что дальше? И дальше что? За волком, Марина. Мы сейчас не про крещение говорим. Мы сейчас говорим про документы. Это разные вещи. Мы говорим. Ну документы-то... Это разные вещи совершенно. Ну документы, ведущие печать, вы сейчас печать антикредства говорите. Мы насильно дали тебе этот ННН. Дальше что? Какой ты, блин, от того, что потерпела? Я вера-то, что она уменьшилась, или что? Я говорю, что сейчас люди потеряли бдительность. Это все делается насильственно, и мы этого ничего не видим. И не хотим этого видеть и замечать. Бдительность в чем? У тебя теперь... А все. Вот концовок зависит. И ННН приняла, что у тебя вера уменьшилась в Господа и Своя Христа? Когда ты узнала? Нет, она у меня, наоборот, усилилась. Ты славь Бога, а почему ты говоришь? Я и славлю, но я не об этом сейчас говорю. Я говорю, сейчас люди, людям все делается насильственно. Вот мы говорим, что насильственного нету ничего. Все делается насильственно. Против человека. Можно сказать? Братья, я не слышал, чтобы кто-то говорил, что сейчас не делается насильственно. Мы таких слов не говорили. Мы согласны, да, делается насильственно. Даже крестят насильственно. Мы говорим, что насильно без боли человека печать антихриста ставится не будет. Украина, у вас все говорят. Нет, нас всех насилует антихрист. И мы все пойдем в ад, потому что он насильник, а в мальчик. А Иисус Христов нас не спасет, потому что нас не любит. Это имеется в виду, понимаете? Нам вот одним открыто, что у всех уже печать алды, понимаете, сатанинские. А мы вот такие святоши, понимаешь? Нам все Бог открыл. Мы хотим теперь вас тоже спасти. У вас у всех уже МНН, вы все уже в ладу горите. Вы такие в ладоши хлопаете, а Сатана стоит и как хочет, за плечами, за вашими. Высокоумие, понимаете? Нет, нет, нет. Это утрирование, не надо так. Смотри. Мы забываем одну вещь. Одну вещь забываем. Роман, хватит влазить без разрешения старшего. Роман, замолчи, хватит влазить без разрешения. Он-то зачем выяснил. Я спросил на разрешение. Ничего не спрашивал. Сережа, давай дальше начинай. Что тут у нас за базар пошел уже? Заболтал этот антиксист уже всех. Нет, братья так нельзя. Тем более мы... Сколько заходят без спроса. А кому-то нет слов. Странно. Зачем орать-то? Хватит про антихриста этого уже замучили. Дайте дальше дослушать святых отцов. Давайте через пять минут вопросом задавать. Давайте, пускай уляжется все, а то все это все горячие. Откровение 14.12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса. Толкование. От судьбы нечестивых в вечности Иоанн переходит к судьбе праведных на земле. Здесь означает в этой жизни на земле. Страдать придется всем. Нежелающие страдать в вечности должны страдать и терпеть здесь. Цитата. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Пс. 10 глава. 6 стих. Но если грешники будут терпеть муки гиены, внуки за свои грехи будут испытывать мучение о стойке, то святые здесь на земле претерпевают невзгоды и лишения, имея покой в душе и великое упование. Особенно великое терпение необходимо будет иметь святым в тяжелое время антихристовых гонений. Указан здесь и путь, какими святые достигают спасения. Это первое. Соблюдение заповедей. И второе. Вера в Иисуса, вера и дела. Вот путь в небо. Одно без другого. Не спасительно. Вопросы? Я отлучусь на пару минут. Можно мне? Роман. Они похожи на это. Вот смотрите, здесь все, вот даже в этом стихе, здесь все прекрасно, как бы, рассказано. За терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи. Мы помним в Писании, вот, притчу про 10 дев. Они все были верующие православные. 10 дев. Это не мусульмане, не буддисты и так далее. Они были все верующие. Святильник в руках, это вера. И елей, это добрые дела. У пятерых не хватило добрых дел. Они во тьме остались. Вот чем дело. Это и говорит, все Евангелие говорит о любви. О любви учит любви к Богу и любви к ближнему. Если у нас нет любви к ближнему, нас ждет темень, братья. Святильник, вера, то есть не будет гореть без елей. Слышал ли ты? Неосновательный человек, что вера без добрых дел мертва. И то я там, вот кто говорил, что вот так, что надо будет поверить в Антихриста, и потом тебе... Это такое детство какое-то, я не знаю, что вы в садике, чтобы иметь те, кто мой, которые хвостом в третью часть ангелу с небосвода, и сверху в бездну. И вы вот так наивно просто говорите, что вот, да это надо будет поверить, да это нас будут, да нас будут там заставлять трещься от креста. Да я вам скажу, вот сейчас, в это время, в любой храм зайди, и добровольно, то есть, если добровольно кому-то сказать, отрекайся. Если начнут насильство, бить кого-то, да, тогда кто-то не выдержит пыток. Потому что это... Интересные мучения, да? Но добровольно никто не отречется. Это будет именно подвох. То есть ты соглашаешься с этой антихристовой системой, ты хочешь жить благополучно. Значит, ты должен торговать и покупать, то есть продавать. А для этого тебе надо принять начертание. И вот это ИНН, потом карточки, это все идет к этому, то есть это все в совокупности, это и есть печать. Все в совокупности, это и есть печать. Нам, Писание, кстати, не говорит о печати. Это уже толкует цветы отцы. Писание конкретно говорит о начертании, о имени зверя и о числе имени его. Вот в чем дело. И я вам скажу, не увидит тот, у кого мало елея или вообще его нет, который верит только умом, а не сердцем. А сердце это любовь к ближнему и к Богу. Вот где корень закопан весь. Как ты считаешь, у кого елея добрых дел больше? У тебя или у Игнатия Тихоновича? Не знаю. А почему тогда по-разному открывается и ему, и тебе? Игнатий Тихонович не застрахован от заблуждений. Почему вы так уверены, что все уже? Он уже спасен и все или что это? Он же не баптист. Понимаешь? Нас ждет под угол до конца жизни. Он сделал на шипу. Он, кстати, ради Бога это делал. Он хотел попасть в Британию, привезти книги. А если бы этого не было, он вообще бы ничего не получал. У него ИНН нет. Он же не принял его. Хотя ему даже сулили там большие цифры, миллионы и сколько. Он не принял. Он знал прекрасно, что это... Кему это... А чип этот, я верю, что он от этого избавится. Но у него-то сила вера большая. А мы-то проповедуем и говорим другим людям. Да это все нормально принимаем. А мы откуда знаем, какая вера у кого? Сможет он или не сможет? Потом, в конечный момент, когда будет уже очень опасно отказаться уже от этого чипа, который хотят вживить в тело. Почему они в тело хотят вживить его? В среду ночи Игнатий Тихонович в тело вот завтра придут ему и скажут, так, хотите получать пенсию, надо вживить в тело. Да он не согласится никогда. А это... Кто уведет-то все. Кто вживит, ну, кто примет в тело чип, это все уже будут пить вино ярости. Конкретно. А это пока в совокупности, да, это печать. Есть пошагово, то есть ступеней, их-то много. Первая ступень-то еще ваучер был. Ваучер, когда попринимали, когда Советский Союз раздеребанили. Ваучер это... Мы, кто подписался, тот продал свою родину, понимаете? То есть в духовном смысле ты принял вот это там... Ну, я помню в Украине, у меня был там миньон, то есть там этих купонов, да. Я принял, значит, я принял эту... Расписался, я продал родину. Все, у меня родины нет, я ее продал. Потом они чуть-чуть подождали, все это скупили за копейки, да, и все, мы остались без родины. И они попринимали номер, да. Все, ты уже не Сергей, не Андрей, не Дмитрий. Ты уже номер такой-то, и все. Если, допустим, взять Святое Писание, Ветхий Завет, ты говоришь, почему, допустим, одним открывается, другим не открывается. Я вот вспомню такой случай из Библии, да. Значит, когда Господь явился пророку Ионе, да, и сказал, что я разрушил город и погубил всех. Ненавитян. Ненавитян, да. Дело так в том, что когда он пошел на гору и когда молился Господу, Господь же не разрушил этот город, не погубил людей по одной причине, что люди стали каяться. И Господь изменил меру своего гнева. Так же и в жизни у нас получается. Понимаешь? Вы сами себе, ребята, противоречите. Никакого противоречия. Писание говорит так, что кто примет печать или начертание, уже не будет в этом покаянии. Сейчас вы говорите, что начертание уже есть, нужно только в этом покаяться людям, которые приняли это начертание. Так я это понимаю. Всего же... не будет, когда уже чип в руку всадят, тогда пока я не... Чипа нет в руке, есть возможность избавиться. Есть. Почему они ведут к оживлению чипа? Потому что они прекрасно знают, что паспорт можно сжечь. Вот это все можно сжечь и уничтожить, и все, и на тебя не будет никакого влияния. Это уже масло, масло, но я это уже 20 раз слышу от одних и тех же людей. Вот им заняться просто нечем. Вот молчали, молчали все Евангелие, молчали все послания апостольские, как дошли до откровения, до Антихриста, и тут разразились. Вы что, с Антихристом ручкаетесь где-то, что ли, не понять не могу. Что вы до этого Антихриста докопались? Дайте пожить нормально пока, верующим, православным. Что ты меня хочешь переуберить, что ли, в свою веру направить какую-то новую? То, что у тебя другая вера, это мне понятно уже. Что ты тут эту агитацию разводишь настоящую? Это что, проповедь у тебя, что ли? Зачем от себя кинуто пороть? Сережа поймал тебя за язык. Ну и сиди, молчи, и все понятно уже. Игнать Тихонич, он отречется от чипа. Что, с горловой не дружишь, что ли? Так, выражение. Братья, ну, это роман фролик. Вот так нельзя говорить с догловой не дружишь там. Это оскорбление. Вот. Мало чего нам говорят, оскорбляют. Мы-то не должны оскорблять. А это еще не оскорбление, это комплимент. Я слышал побольше. Я слышал безвестноватый, но на кофе. Я это понимаю. Понимаешь? Это все о чем говорит? Об одном. Я-то ничего против не имею, против братьев там. Я понимаю, откуда это. Это дух злобы поднебесной. Вот в чем дело. Поэтому наша брань против них, а не против крови и плоти. Ну, а мы на войне. Мы на войне, поэтому никаких обид, ничего у меня нет. Слава Богу. Роман, 19 января приезжай сюда, будем благовествовать. Не верующим Богу вообще. Приезжай, будем на морозе, морозить свои ягодицы, распространять Слово Божие. И хватит там это, болтать языком. В прошлый год, в прошлый праздник я был. Если Бог сподобит, буду и сейчас. Ничего, я никогда не отказывался. Почему ты акцентируешь? Давай будем молиться, чтобы ты там был все. И об антихристе хватит, уже все все услышали. Молодец. Мы видим, как ты любишь всех. Вот давай до конца все стой. За правду и истину. Помоги, Господи. Аллилуйя. Вопросы? Ну вот у меня один вопрос только. Вот мы прочитали сейчас это все. Вот 11 главу, 12. Почему святые вот так не останавливались, как мы сейчас на этих антихристах, на начертаниях и так далее? Почему они беспокоились о душе? Вот о грешниках беспокоились. Что это относится к кому-то, эти слова. Понятно, что сатана увлечет за собой людей. Если он ангелов увлек. Как не увлечь людей? Но что нужно для того, чтобы не увлечь людей? И вот тут везде Игнатий Тихонович показывает, вот он тут выделяет слово благовестие. Благовестие, проповедь, распространение слова Божия. И он все это здесь выделяет. Вот чем нужно до конца дней заниматься. И тогда никто тебя никуда не увлечет. Даже если ты поползнешься, Господь подставит свое плечо, подаст руку, если ты верующий до конца. Пока что еще из того, что вы говорите, ну, есть только одно. Понятно, что начертания будут электрические, какие-то невидимые знаки. И, может, и видимые, никто и не говорит, что невидимые. Тоже мы этого еще не знаем. Но они могут поставиться на тело. Если раньше это были какие-то наколки, ну, то это как-то было гробо все, то теперь понятно, это будет не так. Не наколки будут. Хотя, может, и наколки, кто их знает. Тут тоже гадание уже на кофейной. Твороков еще нету. А семи ангелов нету. Чаш гнева не излили. Дальше ангелов блаженства тоже еще нету. То есть еще ничего не понятно. Вы пока накапливаете информацию. Не надо так скоропалительно все свои выводы делать в уме. Вот идите к людям, благовествуйте о Христе, рассказывайте о Слове Божьем. А вы сюда их пригласите на этот чат. А у нас тут базар-вокзал. Про антихриста только все разговоры идут и все. А можем еще? Я как бы хотела дополнение еще сделать к Игоре. Вот говорит он благовестие. Я считаю, что благовестия этого мало. От человека сейчас в большей степени требуется покаяние где... Вырубила. Смотри. Скайп у нас пропал. Само веб пропало. Нет еще. Что? Никита, ну-ка на помощь. Не было видно меня сначала, а теперь... Ну вот меня не будет. Что вы будете делать? Будете без скайпа сидеть? Ну просто выключайте его заново, запускайте. Что тут-то? Выключайте его. Сейчас что делать? Что делать? Я это держу пока. Давай. Я думаю так. Подожди, Володя. Отключись сюда. На. Хорошо поворачиваем. Мы это не должны переливать. Если тебе помощь просят, то все тебе не поможет. Теперь я все разбожариваю отсюда. Потому что закрыто. Нам нужно подойти хотя бы к концовке. Так. Сделай, подключи меня. Без тебя в родниках. Давай. Пусть звонит еще. Само выключилось. И дать знать этому Сергею, чтобы он подключил нас. Он подключает. Написать надо вот этот клей в скайп. На него выйли. На Сергея. Сережа. У нас отключилось. Почему? Подключи нас. Да. Написал уже. Это буква С. Посмотри где он. Сергей. Пу-пу-пу. Вот это тут и есть. Да он написал ему уже. Написал. Кто написал? Никита написал уже. Написал. Ну вот. А чтобы он подключил меня. Сегодня не подключено. Я думаю связано ли с тем, что у нас вот Яндекса мы тут путали. Вышибло из всех. Все пришлось. Сегодня мне на форум зайти не могу. Опять начало искать свой пароль и входить. Как-то связано оно. Не раньше, не позже. Притом везде вышибло. То, что переходили и там что-то не заладилось с этим. С хромом. Так, Сергею дать Пупкову знать на него и там где они занимаются. Чтобы он меня подключил. Вопросы и ответы. Пускай сам скажи. Сережа, подключай. И садись на стол тебе. Быстрее печатать буднями руками. А то кончится все. Скажу, вышибло. Ничего не задевали. Я вообще не участник. Видимо, перезагрузка мало. И главное, глазок горит. А я не отображаюсь. И перед этим я только тут передернул. Причин никаких нету. Что? Заново перезагрузить? Давай перезагрузим быстро. Я думаю, перезагрузить надо. Все. Погаси все везде. Еще успею. Перезагружать. Что тут у нас? Это туда. Так. Сейчас. Вот так. Это что-то тут. Много денег они нам дают. Это нам не надо. Мы без денег обойдемся. Так. Теперь идет сюда. И перезагрузку дать. Перезагрузка. Вот так. И опять он, может быть, нас перевозьмет. А почему перезагрузка? Потому что я много работал сегодня переключением. У меня масса. Как эти все умножают. Кэш там этот. Кэшкает на нас. Один раз она не прошла, второй раз проглотит. Все. Подождем. Вот. Нас тут они не зовут участвовать. Я никогда не лезу. Попросят. Зайдем. Нет, значит, не нуждаются. Я вот кратко пока не говорили. Я уже составил конспект. О чем надо поговорить. Указать. Они не знают. Мне нужно, чтобы ты до конца стоял с этой здесь. Потому что мне все время надо взять, глянуть библейский поисковик там или еще что-то. книгу посмотреть. А еще я не могу оторваться. У меня закрыто. Вот они места писания какие брали. Я должен их в памяти сейчас держать. И на эти места ответить. Не так, что друг за другом бегать будем. Один сказал так, другой иначе... Нет, так не пойдет. Он сказал. Привел место писаний. Я его теперь должен ответить и показать, что понятие у него неправильно. Марина об этом нуждается. Но они меня не зовут. Не зовут, значит, я напрашиваться не буду никогда. Зачем? Я молюсь стою. Раз я молюсь, значит, это без боли Божьей никак не сделается. Вот, считай, она не совсем должна уже зайти. Еще не дает это перезагрузку. Подождать маленько. Мигает хорошо. Вот это четвертый особенно. Видишь, сколько там? 7 штук. На модеме. Так. Она не берет. Я сейчас нажму. Тут одна есть такая аварийная кнопочка. Она сейчас зацепится. О! Все пошло. Нет, то есть, он не дал перезагрузку. Но он отключился. Теперь по новой. Это тоже перезагрузка. Только более основательно. Сейчас зайдем туда. А ты на него выйди раз, другой на занятия, где идут. И на это, на... Прямо на него, Сергей, чтобы он меня подключил. Скажем, тут делаем перезагрузку. Вот это напиши. Виноваты мы. Никого не вышло бы. Одного меня. Виноваты? В чем виноваты, не знаю. Дырку открыли. Дырку, дырку. Старый раз уже, закрываю. Ага. Вот она идет. Как только сейчас это я опять продерну. Ну, она мне вот это, чтобы сохранить. Там пропало. Роман Фроликов. Он правее всех отвечал. Все правильно. Эти они говорили-то хорошо, но не совсем. Они один вопрос подменяют другим. У них все причины, то в чем. Вопрос стоит, кто, а они отвечают, за что. Это вопрос совершенно другой. За что это соединиться с тем, кто. Определить надо, кто он оказывает. Вот так. Сейчас я тут проберусь. Зависает она. Вот, видишь, как. Войдет или не войдет она. Если не войдет, мне надо тут опять проходить этот... Такой путь просто трехступенчатый. Вот, вошло. Ну, сейчас надо в YouTube зайти. На всякий случай. Ну, вот так. А теперь надо зайти в Skype. Все. Если это я зашел туда, сейчас она крутит. Я сейчас постараюсь вот эту вот дернуть. Тут проводок, который идет от глазка туда. Его надо выдержать и обратно задвинуть. И брякай. Брякнул, нет? Брякнул, да. Брякнул. Два раза. Надо, чтобы все подключило. Теперь он должен меня подключить. Так, где-то Сергей. Сейчас надо найти, где занятия. И в итоге. Так. Не могу пока... Так. 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 Теперь всё, вот так. И Господь сказал, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Евангелие Тарана 12, 31. Он сам сошёл в ад и пленил плен. Ефесянам 4, 7. А разбойнику на кресте сказал, ныне же будешь со Мною в раю. Евангелие от Мухи 23, 43. Игнатий Тихонович, вы появились? Да, я появился. Да, времени мало, остаётся. Давайте вам снова зайдём. Ну, давай. Так, я коротко просмотрю то, что до этого разговаривали, о чём. Самая большая ошибка была, что подменённые вопросы, и стояли они наоборот. Вопрос. Кто наказывает и за что? Они сначала за что начали говорить. Речь-то идёт не за что, а кто. И нам не даётся рассуждение. Есть хорошее выражение. Мы о Боге ничего не знаем, кроме написанного в Священном Писании, в Библии. Это Бог говорит. Это определённо, чётко и ясно. Вот здесь говорили о Неневе. Да, так, Бог отменил. Не отменил, а отодвинул. Когда Тавид умирал, говорит, сын мой, Бог изрёк, он погубит Неневию, поэтому ты уходи оттуда. Бог просто... И в самом деле, он ещё не умер, а уже слышал, сын его, что она разрушена была. Вот и всё. Надо правильно говорить слова. Словы святые говорят, не подменять слова. Вот. Знаете, насильно делали. Насильно иногда приходится делать. Когда завезли картофель, были картофельные бунты в России. Чёртово яблоко называли. И поэтому насильно заставляли, принуждали, а потом был неурожай, и на одной картошке выехали, и назвали её вторым хлебом. Так что, вот сегодня, говорят, тут боятся, а тогда раньше не было. Боялись электричества. Боялись. У нас в деревне там живёт бабушка одна. Она верит, что электричество выключается. Она что на расстоянии, как эти были, вот те, включали. А она это не верит. Это уже от сатаны. Она сразу от сатаны. Вот в кофраме мы снимаем от сатаны. То есть, всё сатана. Мы должны понять, что Бог не гневается. У него нет этого чувства гнева. Гневается, значит, он и раскаялся. Бог, что сотворил человека, раскаялся, то есть не знал, что получится. Ну, красивая девушка женился, а потом раскаялся. Она оказалась не такая. Стервозная такая. В мать свою такая же. Вот. Это то же самое. Тут надо понимать слово антропоморфизм, от человечения, чтобы мы Бога приняли, что Он участник в нашей жизни. Прямо псалмоперест говорит, простру сапог мой наедома. Буквально понимать, сразу вопрос, а какого размера сапог? Что целую страну давнул, как червякана после дождя. Всё. Надо образно это понимать. А Бог любит. Как любит? Кого любит, то он оказывает. Вот теперь мы и сомкнули. Любовь его заключается в том, что он погубил мир. Это любовь его. Затоуз говорит, он избрал самый лёгкий вид казни. Смерти. Самый лёгкий. А самое тяжёлое – это умереть от голода. А утонуть от самой лёгкой. Поперхнулся и на дно, и ничего нет. Он даже не почувствовал нигде. Я попутан. Они неве разобрались. И Ио говорит, стоило ли вам за Бога припираться и лгать? Это ко всем. За Бога не надо припираться. Иофф это сказал, и он испытал. Дальше. Ну, мы насильно сказали, что люди сомневаются, а почему именно шестёрка? Это особый вопрос. Каждое число, оно несёт в себе какую-то информацию. Этим люди занимаются, и это не каббалистика. Определённо делится, оно не делится. Тринадцать не делится ни на что. Его считают чёртова дюжина. А двенадцать делится. Четырнадцать делится. И вот представьте сейчас, сколько люди в мире говорили. Сколько написали музыкальных разных. Конца краю нету. Ну вот, мы, тут человек нашёлся, Новиков Сергей Александрович, и там у меня стоит на складе, лежат там, ну, мои книги там, симфонии. Их надо животворить, он в виде книги их сделал и напустил музыку. Ну, а какую? Я говорю, ну, возьмите Себастьяна Баха, Страсти Матпея, ну, там, Пятую симфонию Биткоина, то есть то, что я знаю. Только не берите Вагнера и Скрябина. Этих не надо. Это там чистый сатанизм у них идёт. Я глухой, а маленько, ну, чуть-чуть слышал это. И он так и сделал. И когда выставили, сразу же рядом синяя черта, что вы не можете выпускать это, потому что вы воспользуете чужим трудом. А кто, он умер? Ну, я поговорил, говорит, нет, это техника выставляет. А сколько выставляют каждый день? На сколько здесь, сколько раз заходим? Это ужас один. У меня стихотворение 3467. Так мысленно придумай. И в нём, в каждом 36 строчек. Умножить на 36. Я заряжаю любую строчку, а это 100 с лишним тысяч строчек. Строчек. Я заряжаю и по одной строчке нахожу любое стихотворение. Как это можно было сделать? Никак. Это техника. Она шагнула далеко вперёд. Ну, вот мы были, когда переговорный пункт был, люди ждали, когда вызовут с Камчаткой. Номер такой-то, проходите, кабинка такая-то. И кто-то сказал бы, что сами уберёте эти кабинки. Не поверил бы. А теперь убрали. У меня самая современная пишущая машинка стоит. Мне говорят, придёт время, уберёшь её, другой изобретут. Вот, да чё-то пойду туда. У меня своя здесь клавиатура. Так и здесь. Оно неожиданное, и так получилось. Семикратно в день проставляю тебя за что? За суды правды твоей. Он судит, Бог наказывает, но это по правде. И поэтому он не гневается. А за что? За дела. Но не дела наказывает, а Бог. Бог. Ну, не люди же потоп навели. Не люди же с неба огонь не избежали. С неба пал на Содом. Кто наказывал? За что? Не надо путать. За что за Содом Кегрес? Мужчины, разжигаясь похотью друг на друга, делая срам, и получая в самих себе должное, за должное заблуждение, возмездие. В самих себе сами. Это приговоры. Но наказывает Бог. Огонь его, и огонь он не спасывает. Он. Это люди Богу льсят, Бог никого не наказывает. Когда, ты считай, Иеремия 15,6. Запишите себе. Книга пророка Иеремия 15,6. Прямо говорится. Бог говорит, я устал миловать. Ты отверг меня, и я погублю тебя. Я. Я стоит. Не дела мои, за дела это за что? Я погублю тебя. Во сне отниму дыхание. Я наведу тебя сказку. С неба камни будут падать. С неба падают камни, написано. И побили людей больше, чем во время сражения. А где на небе камни-то? Где? Как бы ты не понимал, что, но камней мы не найдем. Но, однако, они вдруг образовались и начали долбить людей. Бог наказывает. Из головы выброси это что? Бог именно наказывает. Вот Роман Фроликов говорил, он говорил абсолютно на 100% правильно. К нему не прислушались почему-то. За меня решать вы. Как решать? Отрекусь я, не отрекусь я, я сам не знаю. Бог знает. Дальше. Вот Господь говорит, простое дело, не платите десятину. Ну и что я не ворую? Проклятием вы прокляты. Это означает, стоит монументальная гора проклятия. И этим проклятием, ну скажем, электроволны излучают. Она погубляет меня, у меня ничего не будет ладиться. У меня не будет настроения. Меня болезни со всех сторон охватят. За одну десятину. Кто это наказывает? Люди, соседи. Ясно, что Бог. Вы меня обкрадуете. И поэтому обкраду это я. За то, что я обкраду. Это за что? Но наказывает Бог. Малахия 2 и 3 глава. Не надо даже придумать это. Наказание это. Кто и за что? Вот два вопроса. Наказывает Бог. Я накажу вас. Я низвергну вас. Я погублю вас. Я стоит. И за Бога не надо решать. Святая Библия покажет. Я стоит местоимение. Я погублю. Я наказываю. Притом безмерно. Вот он наказал Давида. Пал в искушение. Бог предлагает ему три вида искушения. Это сказать наказание. Избери. Три года, три месяца или три дня. И он задумал. Кто наказывает? За что? Одно дело. Он перепиздел и Ява послал. И ему надо было узнать, какая у него армия. Миллион сто тысяч. Он сдрогнул сердце его. Бог. И он наводит на у него ужас. И он пришел в страх, как Яков боролся. С кем он боролся? Не за дела свои. Зачем от Бога отнимать его качество? Вот когда мы это поймем, тогда теперь относительно то, что материал, который я вчера дал. Материал действительно огромный, большой. Но понимают его люди не все правильно. Я сегодня записал ролик, но у меня очень, он так это, большие гигабайты гонит, ролик на 7. И он его перервал пополам. Я решил ждать, отсылать в администрацию, мне надо, под модератором. А вы меня заставили, я ночью этот ролик поставлю. А потом отдельно, тот отдельно поставлю. То есть он сам автоматически прервает пополам. Я объясняю то, что там было. Суд против Антихриста. Там не говорится именно о чем-то, а только о шестерке. И что люди могут не принимать ИНН. Все больше ни о чем. И это была огромная победа. То есть это изобретение в Америке. И когда вопрос этот, там 11 вопросов отвечает он. Это единственный судья решил, теперь мы можем ссылаться на это. Это на всю страну распространяется. Он суд сделал, и никто его не опровергал. Высшестоящие органы не отвергали его. На него просто ссылаться и все. Действительно, я преподавал в одном университете 18 лет. И ректор мне знакомый, он у меня просто носил. Получи деньги, получи 18 лет. А проводят поставки профессора с какими-то еще там академиками, накручивают мне. Не я это делаю. Повторяю, не я это делаю. Я пришел ИНН, а у меня нету. Я отвернулся и пошел. Я не за деньги проповедовал, а это занятие было. Это я все в ролике сказал. Да, я могу сказать, я испытал, просмотрел на деньги тут. Ну, у меня их и нету, и я отказался. Речь идет о шестизначных цифрах. Благословен Бог мой, который расположил сердца людей, расположил сердца не брать. Я ничего не потерял, не было и нету. Теперь, вот этот знак, который они опровергали, шестерку-то, только это опровергли. Предлагали без шестерок. Взяли именно шестерку. Почему? Человеческое число. 666. Что? Число человеческое. Человеческое. Три шестерки. Три. Это трижды повторяется все во Вселенной. Три. И три шестерки. Вот теперь понятно, что оно человеческое. Возьмите на каждом конверте цифр. Шесть. Я такое буду показывать, и везде шестерки идут. Почему? В машине автоматики легче всего прорабатывать. Больше ничего здесь не стоит. Но это как раз подгонит к тому знаку. К тому знаку подойдет. А почему направо начало? Гадать не надо. Ефрем Сирин говорит, чтобы не мог сотворить честный и животворящий крест. Не сможешь. А у веры отнимется, как в житии святого Нефона. Там встал, веры нет. Кому молиться? Кому рукой махать-то? А что я буду махать рукой? Вот беда-то какая. Недобровольно они могут сделать. Вот так, я тебя бросаю насильником. А там ее начинают насиловать. Она говорит, я получу награду за это. Ты самое страшное не наказание делаешь. Они делают так. Ну там стоит тогда, я к примеру назову Акаки. Ему говорят, вот внизу жертвенник. Внизу там огонь горит. Вот тебе на ладонь, держите руку. Вот так захватили, руку держит. Положили кусок мяса. А прокинь, он стоит и держит руку. Они добровольно. Тогда они наложили на руки ему уголь, на ладонь. Он стоит. И стоял до тех пор, пока прожгло ладонь, и стали падать туда угли. А дальше и говорится, это не его вина, а вино нашего естества. Оно слабое. Вот как люди стояли за то, чтобы ладонь опрокинуть. Но вы меня заставили. Это не отговорка. Нет, значит нет. Да, да, остальное от лукавого. Мне не надо толковать чего-то. Тут все написано. Есть мне вещи, которые требуют растолкования. А здесь не требуется. Почему? Ничего не надо добавлять. Те, которые не принимают ТНН, это их выбор. И когда в священном начале патриархии, там были и Лорион, там был, и, очевидно, патриарх, никого не осуждать, кто принял и кто не принял. Это абсолютно правильное решение. Это только о том, что техники легче работать. Вот вы не приняли там, где-то там, на почте. На таких делах. А они теперь все, что вам делать, должны вручную из полки доставать и пометки делать. Я много видел разных учреждений. Вот по технике, я думаю, самое сложное строение на Земле, это подводная лодка. Намного сложнее, чем космический корабль. В разы. А самое сложное учреждение, это тюрьма. Тюрьма, следственный изолятор. Я если буду говорить, что там делается, ты скажешь, что это ни в одном учреждении, ни в министерствах, нигде такая работа не делается. Каждую минуту должен знать, где. Вот у нас 3700 человек. Его вызвали. Или он получает, или заболел, или на этап отправили. Все отмечается. А теперь не надо. Кнопку нажал, там написано, все сработало. Вместо того, что работали там, кажется, 300 человек, обслуга. Сегодня трое. В 100 раз уменьшилось. Вот для чего это нужно. Только для этого. Но это подгоняет к той грани, за которой этим прибором воспользуются. Но боялись электричества, это ТОР. Без электричества ничего нигде нет. Вот боялись, там где-то чип, он подойдет. Они могут тебе поставить, могут сделать, чтобы тебя считывать. Но не больше. Они вот идут люди, они на каждого сейчас. Видят, какие параметры, вот так вот, прямая линия, долба где-то, и что. Прибор считывает и говорит, это тот, которого ищут преступники. Он только из метро подъезжает, и его уже три машины блокируют. Хорошо, мы скажем, очень хорошо. Но и эту технику они употребят к антихристу. Так что ин-эн-эн сегодня тебя от Бога не отдаляет. Но ты можешь не получать. Ты будешь скорби терпеть. Ты их искусственно сделал. Но тебя Бог не осудит за это. Почему? Ты лишишь себя... Но только не стани. Не так. А вот власть такая, сатана это и желает сделать. Если в храме тебя обокрали, а ты зароптал за то, то он еще раз обкрадет тебя. А если ты поблагодарил Бога, сатана получил противное того, чего желал, и он за скрижащие зубами отойдет от тебя. Не рабщие. Вы рассуждали, братья, ревностно и хорошо. Но лучше всех роман-проликов. Спокойно и объяснил. Надо было прислушаться, не зазирать его. Я приготовил, пока вы говорили, почему-то сегодня у меня компьютер-то отключается тоже. Я уже составил целый конспект. К утру я новый ролик поставлю по этой теме, которую послал. Это, конечно, единственный случай, когда сумели доказать, что ИНН содержит три шестерки, и их кому уже выдали насильственно, теперь суд принудил вернуть им. Ими никто не отнимал. Это выдумка. Ими не отнимали. Вот в лагере было, везде цифра стоит, и все в ГУЛАГе. Цифра. А имени, кто каждый назвал тебя Коля, Яша, как угодно. Это только для того, чтобы легко было находить, считать. Никакого имени никто не отнимал. Это бред. Где отнимали-то? Это в документах там. Потому что имя, писать, фамилия. А тут цифра одна. Там 10 цифр. Все. Куда бы ты ни пошел. Это достижение, и достижение полезное для человека, искать. Но это не браслет, который закрещенному делают. Они на этом будут играть. Вот сейчас терроризм, терроризм, терроризм. Везде сами взорвут. Сами подводную лодку Курс потопят. Сами взорвут там свои небоскребы. Чтобы люди дали власть, парламент закрыли. А сделать вот так. Вот у каждого, что был зачипирован и где ходил, а там система выщерчивает. Куда он ходил, где он был, что сказал. Сейчас добились в Думе, чтобы все телефоны до единого. До единого телефона мобильного храниться у них там где-то было 3 года, кажется. Сейчас 5 лет. Через 5 лет. Это они сказали. Они могут дольше хранить. Все, что мы говорим, а как зафиксировать? Никак. Это техника делает. Это техника. Но если уже достигли этого, то они за этим должны смотреть. Вот один начал там, я не знаю, тут какие-то здания есть. И там за деньги приходи и работай. И один приходит раз, другой раз там, ну еще что-то против государства. Говорит-то. И вот сразу же высчитали. Он третий раз только пришел, наручники уже на руках. Его никто бы не знал. Он сидит в уголке отдельно, тихий, спокойный парень. Вот надо остановиться на этом. И тот судья, который выиграл процесс, он ни слова не говорил, что на руку там начало. Это в будущем, где-то, когда-то будет. Суд нашел только одно. Шестерки. И их можно не принимать. Больше там ничего не сказано. И как один человек, я могу сказать, кто это говорил, Ниша, я отвечаю за свои слова, а не за то, как ты их понял. А я его если привожу, кто сказал, я могу автора называть. Но меня за это будут, а ты любишь этих, он любимец Гитлера был. Так что разговор правильно говорят. Закончить об этом. Нас не проповедует об антихристе, послал Господь. А идите и проповедует Евангелие всей твари. Абсолютно правильно. Поговорили. Если только срываетесь на эту тему, стоит задуматься, почему. А так как мы знаем, что Христос придет, второе пришествие, а он за три с половиной года, он естественно будет. О пришествии Христа никто не знает, поэтому пришествия антихриста никто не знает. Но события, говорят, где-то рядом. Вот сейчас в Иерусалиме там это начинают они. Они должны это, аль-акса, это взорвать или как-то убрать. На том же фундаменте, на Соломонном, третий храм, в котором сядет антихриста, как Бог, с большой буквы, выдавая себя за Бога. А он не Бог. Мы, а что делать? Молиться. Не надо ругать. Вот мы молимся за всех правителей, за Эрдогена, когда вот плохие отношения были. Конечно, за Медведева, за Путина, там, Дмитрия, Владимир. Мы молимся за всех, кого можем. Каждый день молимся. А почему? Молитесь за царей. Когда Павел писал, ни одного царя верующего не было. Вот так. А относительно антихриста у мусульман тоже очень хорошо сказано. И относительно суда Божьего. Я беседовал, ну, мулы сидели, это по-нашему священники, там, может, не один имам был, это епископы. И мне предоставили слово. Я уж все не раскрываю как. Когда говорили, они ни один, нигде не сказал, только один сказал, нам горе, если только сын Мария, Мариям, Иса, будет судить нас. Я говорю, так написано. И они голову опустили. Вот какое дело. Мы должны пропадать Евангелие. Я для себя, где бы ни пропадал, слово Аллах стараюсь не употреблять, Коран не употреблять и Мухаммад. Три слова табу. Не надо. Но когда я говорю, нет иного имени под небом данного человеком, которому надлежало спастись. Деяние 4.12. А ему вокруг сидят одни мусульмане, он не сразу скакивает. Я говорю, мы договорились тихо, я Евангелие проповедую. Я не трогаю вашу святость. Дальше я говорю, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит, но гнев Божий, нечеловеческий. Вера как? Я верю, не верю. Разве сосед знает? Грехов никаких нету. Но я неправильно верю. И написано, но гнев Божий. Все. За что ты сам определяешь? За неверие, в первую очередь. Гнев Божий. Бог наказывает. И вот это придумали попы. Бог никого не наказывает, а сатана делает. И в конце концов будет взрыв. Нас учили, нет, а теперь увидели. Да куда Бог смотрит, да почему он допускает. Это вот с чего подкатывает. А когда мы все принимаем, что это от Бога, и он это знает, и он нас наказывает, он любит, он наш Создатель, за своим творением смотрит. Ничего особенного в этом нет, им как же не наказывать. Кого любит, это по любви. Того он наказывает. Он огонь, камни. И вот то, что у вас, я вижу, ревностные ребята, ну воздерживайтесь. Друг друга не надо сильно задевать-то. Вот. Ну, Сережа, как будто бы все тут. Я хотел бы, чтобы выступить мне в роли миротворца. Не скрою. Надеюсь, что вам это удовольствие. Да. К утру я поставлю ролик закачать, который эту статью газет, но я ее поясняю тут. Мы засчитали ее, а вторую часть просто оторву. Она-то записывает и сам автоматически делит ее. Все. Давайте помолимся, а потом... Достойно есть я, Калаисину, блажитеся, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога, наш Играч, свою сверую... Все. Все делается. Никиту! Иискали, Голубчик. Выручай. Опять что-то. Никто не задевал, даже диска нету. Все, помолились, все. Ну, молились, он сатана. Что, выключить? А? Выключать? Ну, подожди, не выключает, а мы выключим. Он может подключить. У него получается как-то. Подожди. Вы подключены, молитесь, Игнатика. Ну, и нас все вырубило, Сережа. Отслышал меня, нет? Слышно, слышно, молитесь. Отец наш небесный, мы предстали перед Твоим величием. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, любящий Создатель, прими нашу молитву. И если в чем мы погрешили, Господи, прости нас. Мы желаем знать правду, доверяться Тебе. И мы ждем Тебя. Написано, и церковь, и дух говорят ей, гряди, Господи Иисусе, и слышащий да скажет это. Мы просим Тебя, Господи, сохрани нас от заблуждения, чтобы никто не принял на чертание зверя. Укрепи народ Твой, чтобы слово Твое принесло обильные плоды. Мы видели нуждающиеся в нашей помощи. Несли чистые Евангелия. И распусти нас с миром. Тебе хвала, честь и поклонение, ненасущная, нераздельная Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Сейчас, Аминь. Никита что-то делает. Подожди, Никита. Аминь. Посмотри. Ну, пока говорите, пока есть. Я начну делать ничего не буду. Ну, ладно, пусть будет не видно. Там у кого какие вопросы. Давайте тогда. А может, меня там не слышат даже. Слышно или нет? Нет, слышно. Вас и видно, и слышно. Он говорит, вас видно и слышно. О, вот как. Ну, давайте, какие вопросы есть. Давайте только от этой темы отойдем. Я вам объяснил, дальше этого объяснения не будет. И на будущее, когда я здесь рядом, и меня не вызывают, я ни разу еще не выскакивал. Зачем мне это нужно? Если я занимаюсь с людьми где-то, они увидят, что я нужен ответить. Меня не вызывали, я и сидел. Начинают, а почему вы молчали, а меня не звали? Зачем я буду выскакивать, да еще несколько раз? Совсем даже мне это не нужно. Спорит, говорит, тот, кто ничего не знает. А кто знает, возвещает истину. Вот это выражение я отработал. Но ты не принял. Не принял, все, я уже не несу ответственность. Я сказал. Смотрите, утром, если ролик будет на нашем ютубе. Ну, думаю, что перекачаю я его. Именно по этому вопросу, по этой газете. Подробно. Так, вопросы. Ничего нету, да? Ну и слава богу. И он зато интересную мысль подает. Говорит, научитесь не задавать вопросы. А как? А в другом месте учитесь задавать. Это не противоречит. Не знаешь, спроси. Как в армии был. Не знаешь, говорит, научит. Не хочешь, заставит. А как тогда? Узнавай сам. Вот у меня спрашивает. Ну, вот, допустим, мы бы подружились с президентом нашим, Владимиром Владимировичем Путиным. И он бы сказал. У меня есть власть такая. Я вижу, вы такой нищий, ничего у вас нету. Попроси чего-нибудь. Ну, на первом месте, конечно, люди просят денег. Я мог бы сказать, если бы я был президентом, то первый указ сделал бы срубить все лежачие полицейские. Все до одного в стране. Страшайше наказывать, кто эту беду делает. Потому что мы ездили, это ужасно что. Среди ночи, далеко от города, не видно ничего. И вдруг подбрасывает тебя с машины и летишь по воздуху. А теперь, я бы сказал, если у вас есть связи с тем, кому принадлежит YouTube, мой мир, то дайте знать каким-то образом, чтобы люди узнали, какое у нас сокровище на форуме и прочее. Вот столько у меня накоплено, это не выскажешь. И когда люди узнают, а почему вы не пропагандировали, я вот получил, сейчас вчера письмо получил, тут один пятидесятник в Америке спал, и во сне ему дух сказал, ты найди меня, он на меня вышел. И он меня нашел. Ну и теперь он там говорит, он уже книги выписал. А его спрашивают, а как ты с ним познакомился-то? Вот называют там проповедник, избранный Божий там. Я ничего этого не знаю, это он вчера написал мне. А он говорит, от Бога, от Бога, мне Бог сам указал. А он пятидесятник, он уже православный. И по взглядам, и по всему. А что его привлекло? Привлекло то, что в глаза я не заглядываю. И вопрос, и мне, если я отвечу, грозит что-то. А я никогда ни разу не задумывался об этом. А я смелый. Нет, я не смелый. Я даже не думаю о себе так. Но Бог, Бог-то со мной. Он обещал не покинуть. И я отвечаю, смотря выше головы. И это тронуло его, и видимо там группа шесть человек, девять. Девять. Все такие солидные, там женщины. Вот так. Мы знать еще не знаем. А другой мне пишет, я не знаю, может он да здесь. Говорит, я лежу, сплю, и вас во сне вижу. А вы подошли мне, как, пнули меня ногой, по ноге-то там, в подошву. Я так с кровати, говорит, и сразу скорее на молитву. Я знать еще не знаю. А вот человеку приспичило сказать это. А здесь еще молитва. Может ангел подошел. Никуда я не ездил, не пинал никого. Молитва, непрерывная молитва. Вот вы тут меня нигде не звали. Я только стоял, за каждого молился. Господи, уменьши сердце, брата. И здесь не надо чужие слова говорить, не сверяясь со священным писанием. Вот Роман, малыш, он об этом заботится. Он правильно делает, что заботится? Правильно. Но только если переходить через это и преждевременно на человеку надевать эти береги, он просто не понесет. Ничего нигде нет. Какой? Главное определить, не продать, не купить. Если ты покупаешь где-то, значит, ничего, никакой печати нет. Сейчас нигде это нету. Это преждевременно говорить. Главное не продать, не купить. Речь идет о продуктах. Нигде. Деньги исчезнут. Не забывайте, на островах Полинезии у них там считалось на камне, как жерна, вырубленная и внутрь камень. Чем больше камень, тем больше там миллиона. Иной там стон на 300. Такие камни. А внутри, как отверстие, это считалось деньги. Банки. И они, говорю, у меня столько камней. А они неподъемно лежат. Так у нас деньги. Это бумажки. Но они отовариваются и поэтому имеют ценность. И вдруг в один день все отменят. Будет иметь только то, что будет у тебя на этой пластиковой. И через щип будут считывать. Если касается животных, щипирование. Прекрасно. Потерялась собака. Только включили. А вон где она бегает. Она уже в соседней деревне. Все. В лесу она где-то привязана кем-то. Ее сразу найдут. Сразу же сигнал показал крестик. Здорово. Но когда говорят человеку и отнимают у него все. Это очень плохо. Смертельно. Да, надо прятаться куда-то. Ехать по Теряевку там или куда. Ну что. Прощаемся. Георгий Тихонович. Ай. Можно сказать. Кто говорит-то? Роман Малыш. Роман Малыш. Ага. Ну я не вижу, поэтому прости, пожалуйста. Рома, говори. У меня немножко связь. Да, да. Тут у меня на экране туман. Стоит какой-то так в тумане все. Еще не движется. Ну, так у нас буран, поэтому немножко я пропадаю там. О, сейчас увидел тебя. Вот это. Вы, знаете, расхолаживаете, понимаете? Вы расхолаживаете, все нормально, давайте это. Да не надо так расхолаживать. Надо призывать людей, чтобы они видели, что это конец. Он уже, уже вот. Вот. Святые отцы как пишут, что как будет наноситься, то есть они не знали об этом. Они так и пишут вот в этом третьем томе. Как будет наноситься, какое оно... Ну у нас есть. Сейчас, Рома, я не слышу, что говоришь. Она прерывает, прерывает твою речь. Ты только помни, что я спорить не буду, что я сказал, это все на этом. Я сказал для того, чтобы знали. А примут, не примут, меня это не касается. У меня слишком много работы. А можно вопросы, Гнатин Петрович? Светлана. Светлана, давай, Светлана. С мир вам. С миром. А скажите, пожалуйста, а чем отличается русская православная церковь от церкви православной у нас в стране? От какой церкви? Русская зарубежная чем отличается от русской церкви у нас в стране православной? Знаешь, Светлана, я когда был в Америке ездил, в Синоди, в Синоди, я обедал с епископами, с митрополитом, и разговор шел, они ко мне все расположены были, все, но то, что я говорю, им не нравилось. Я говорю, вы от патриархии ничем не отличаетесь, просто вы в другой обстановке находитесь, правда, у них полное погружение, а подготовки никакой нету, я был на свечном заводе, где парафиновые огромные круги, мы это даже в руки не взяли бы. Замер засчитаем, я был и говорил обличительные слова, ну, может, кому-то и не понравилось, но они виду не показали, понимаете, это другие, это белая мигрантская, я был свидетелем, как два старичка, ну, за 70 лет обоим, один под машиной лежит, это лежит там белый мигрант, а этот красный, но они уже примирились и между собой разговаривают, я хорошо слышал, недалеко союз, а от этого говорит, а потом, который внизу лежит под машиной, на это, вдруг высунул голову оттуда и говорит, слушай, Митрофан, а ты не прав, он говорит, а почему, а ты раздражился, у тебя голос повысился, ты об... А тот постоял, ай, Иннокентий, ты прав, прости меня, повернулся и пошел, да у нас под машиной он задавил бы его там, да несогласного-то. Вот как, он вывел, спокойно ответил, что ты не прав, почему, Леонтьев говорил об этом, вы почему злитесь, потому что вы слабые, если человек знает силы, и зачем злиться, то он спокойно подошел, один удар сделал, расколол тыкву, пошел дальше, вы слабые, поэтому злитесь. Вот такой ответ тоже надо взять для себя, не надо горячиться, я видел, ничем не отличается, потому что в Америке сейчас клятву дают верность государству, защиту его, и привезли меня в скаутские лагеря возили, в разных штатах, меня поперек Америки там таскали, и флаг поднимают утром, и на высечку стоят перед флагом, там, священнослужитель, и гляжу, среда у них там молочная, масло, я говорю, почему, они приказали, чтобы ели, да как могли приказать, да это у вас можете, а у нас никак, то есть они рабы больше, чем мы. Я говорю, в пятницу нельзя, ну вот нельзя, говорит, а за нами следят, я тогда понял, тут одна англичанка, эксурсовода полюбила нашего русского, вышла замуж, и в Москве живет, а потом поехала лет через 10, наверное, в Англию, вернулась, говорит, ой, как я люблю наш беспорядок, где у меня бревно лежит, а там тебя штрафуют за это, они строились пока, ну и разбросаны где-то, а там все ты должен прибрать, если торговал, буквально зубной щеткой асфальт вычистить надо, да у нас ушел, там оставил, ну, дворник подберет, у меня под окном растет крапива, там лопухи, никому дела нет, а мне там бы, как в Германии, счет представили бы, поэтому нам как раз, как раз, говорит, что врач прописал, поэтому зарубежная церковь, я там был, видел, молился, жил с ними и говорил, ну просто я рассказывать много мог бы говорить, они хорошие люди. Вот у нас сейчас Иларион там, как первый святитель где-то, у него кричка там, человек, у которого нет слова нет, кто бы не был от русских, там приходят, обманывают, он все равно помогает, ну откажи ему, владыка, они же обманщики тут. Да нет, он просит, он просит, ну что сделаешь? Вот разница есть в самом воспитании и прочей веры, одна и та же, декларации Сергия не было, они этим не связаны были, в экуменизме были, были, патриархия пришла, они ушли, говорят, из-за того, чтобы не сидеть на одной скамейке. Главное, были там, а экуменизм, он в бытовом уровне у них на каждом шагу, с неверующими, с зятами, едят вместе, пост нарушают, это экуменизм, самый настоящий, а туда смотрят. Надо глубже копать, святому показу, он копает, как Симеон говорит, копай еще глубже, еще глубже, вот любой вопрос, так нужно рассуждать. А будет вечность или не вечность? Мы скажем, Библия говорит, есть вечная, но и Осипова-то сильно ругать не приходится, наступает вечность. Страдание любое Бог посылает, чтобы человек болел и справлялся, Бога прославлял. Там нет прославления, там ничего нет, кроме ненависти, а для чего тогда это мучение, которому нет конца? Католики решили сделать честилище, тут понятно, проходит там полтора миллиона лет, он выкарабкался уже, за него молятся, и все во всем будет Бог. Вот эта фраза у православных непереходимая, а оригин ее перешел, покаяние будет дано и дьяволу, и бесам, и все будут в раю, и опять они вернутся в первозданное состояние. Конечно, заманчивая идея, как пищаль сатаны Мария Карелли пишет, но Библия так не учит, она говорит именно о вечном мучении. Это меня подвигло искать истину. Вообразить нельзя, никогда, нигде. Всю вселенную на молекулы разложи, и все равно конец есть. А здесь никогда. Я ужасался. Я искал, знаю, что спасаются святые, а я грешник, и мне быть в аду. Хотя я не делал, что люди делают. Ни одного матерка не сказал, не знал женщины, но я понимал, я грешник, не имея Евангелие. Совесть моя подсказывала, я грешник, я буду в аду. А другим говорил о Боге, пока не попало в руки Евангелия. Когда сегодня знать еще не знают, а я спасен, а сектанты, это обольщение. Павел говорит, не говорю, что я достиг, но не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Павел и то не был уверен. Мы спасены в надежде. Многие потерпели коробокрешение в вере. Они не понимают этого. Они тупые-тупые. Ничего не знают. А как правильно верить? По Евангелию в православной вере. Православной. Вот и все. Я не согласен со многим. Но это не говорит о том, что я буду не православный. Я не согласен, что нарушается Слово Божие. По Библии. Я вот разбор отдельно делал. У меня в книгах это отображено. Я взял патриарху Алексею Второму Ридигеру. Задают вопросы. Ну, 60 вопросов. Он у них отвечает. Они у меня в книге есть. Такие же вопросы задавали тогда Гундяеву. Он митрополит Смоленский-Калининградский был. Будущий патриарх России. Ему дальше. Адриан Старобряческий. Тоже так же. И у всех примерно 1% правильного ответа. 6-7%. В основном неверно. Вы понимаете, вы как лопнули-то. Какую махину-то. На что вы замахнулись, мне говорят. Я никогда об этом не думал. Я беру Библию, толкование, святых отцов. По три стиха. Это 300 томов. Камоны, собор и жития святых. 12 книг. Когда отвечаю, я стараюсь все это припомнить. Бог дает. И вижу, он не прав. Теперь я постараюсь понять. А почему он сказал не так? В одном месте он боится, в другом месте не знает. Вот я отвечаю на вопросы. Осип Попых не знает. Он не знает. Почему? Он никогда не отвечал, и он не знает. Вот и все. Вот задают вопрос. Я уже говорил об этом, наверное. Отец Владимир. Головин. В городе Болгар. Там около Казани где-то. Ну и она задает вот вопрос. А вас гордость не обуяла? Вот вы так говорите, к вам едут. Он говорит, я? Да у меня ничего нету. И начинает перечислять. Вот такой-то человек. Вот смотрите, Осипов там пропесар. Вот. Алпеев там патриарх. Но я вам скажу еще. О, есть один человек, так загадочно, говорит, о, горячий. И отвечает точно книгу, глава стих, и меня называют. Так вот, у меня-то, говорит, ничего нету этого. Мне гордиться-то и нечем. И мне, если я знаю, где, что они исполняют. Да горе мне. Лучше бы меня не знать. Поэтому проповедую другим, чтобы самому не оказаться недостойным. Вот этого надо бояться. Хорошо, что люди неравнодушные. И я не хотел никого обижать, потому что зачем мне это нужно? Я сказал, это расхолаживает. Говорят, расхолаживает, да, ничего не сделаешь. Расхолаживает. Но когда она пускает больше страха, и человек погибает в безнадежности, это грех намного больше. Расхолаживает, он не умер. А в чем расхолаживается он? Ничего. Я об этом сказал. Никогда об этом не проповедую. А спросят. Коротко отвечу. Отвечу так, как ответила священная началья русской православной церкви Московского патриархата. Не судите тех, кто принял, и того, кто не принял. Это дело безразличное. Но себя можешь испытать. Ответ очень простой, понятный, искренний и не злобный. Вот так. У меня вопрос еще, Игнатий Писович. Спасибо, Господи. Тоже по этой теме примерно. Можно еще один вопрос? Давай. У меня брат двоюродный. Он раньше был священником батюшкой православной церкви Московской патриархии. Его, значит, оттуда выгнали за блуд, за пьянку, за растратку. Ну, там какие-то дела были. Он сейчас в русской православной зарубежной церкви рукоположен батюшкой. Он служит у себя дома. На первом этаже в доме батюшка там его иконостас типа сделал. А по выходным и по праздникам он работает диджеем. Он работает на свадьбах, корпоративах, поет песни, пьет водку, также блудит. Но при этом он рукоположный батюшка русской православной зарубежной церкви. Вот и вы знаете как? И я старшая сестра, вроде я с ним начинаю разговаривать, но там бесполезно разговаривать. Вот это как, Игнатий Тихонович? Как молчать, дальше продолжать? Светлана, я понял, время не тратить. Никак. Если он впал в блуд, сам снимается раз и навсегда сразу же. А теперь он организует зарубежную церковь. Я просто не верю в это. Когда на деле начинаешь узнавать, а их зарубежных сегодня 13. 13 юрисдикций. Никогда того не было и не будет в зарубежной церкви. Нет, это не то. Вы что-то не знаете. Вы видите, он на меня по скайпу поговорим. Достаточно пяти минут, чтобы выплыл. Нет, он сказал, что он в русской православной зарубежной церкви. Он в нашей патриархии. Еще раз говорю. Я слышал, услышал, Игнатий Тихонович. Светлана, есть 13, загни пальцы, зарубежная церковь, которая на 13 частей раскололи ее, когда вот объединяет это, стали делать-то. И там меня спрашивают, я точно знаю, рукоположен, это пачечник, архипископ Тихон в Омске. Агафангел. Агафангел Пашковский в Одессе. Вот. Антоний, он Антоний называется. Это Никита Пеоктистович Орлов. Вот этот, который самый, а остатки зарубежной церкви он взял. Он ездит. Он к нам приезжал, потеряевку два раза был. Я у него на дому жил в Америке. Это настоящее, рукоположенное. Там ничего этого нету. А эти разные шулеры, обманщики он делает. Какой же он? У него нет страха, ничего нету. Он обманщик. И туда идет человек совершенно мертвый. Как он пойдет, когда это открыто делается? Так а кому он идет-то? Ничего этого нету. Я просто не верю в это. А то, что впадает, есть такое, он впал вверх, сам снимается. И в московской патриархии его уже никогда не поставят. Но они защищают, бывает. Так, все, мне звонят, а минутку. Говори. Говори. Никого нету. Отошел. Звонит. Так, все. Вот что сказал бы, это как-то обдумывать и дальше второй раз не задавать. У меня другого ответа не будет. И почему мой ответ вчера же должен быть иным, чем сегодня? Я все время занимаюсь Словом Божиим и молюсь Богу, чтобы мне не свихнуться. Как Сергей молится, ни направо, ни налево. Направо это разные накладные. Ну, как у старообрядцев, у православных всех. Там это иконы, мощи. А другие налево, это сектанты, саддукеи. То не надо, другое не надо. Одиннадцать книг с Библии выбросили. Это лево. Чтобы нас не в секты, не в нашу эту дурь не занесло. У православных столько всего намешано. Ужас один. По Библии, когда говоришь, они прям трясутся в падуще и начинают тебя поносить. Я говорю, суд будет по Библии. Иван говорит, Иоанна 12, 48. Господь говорит, я не сужу слово мое, которое я говорю, оно будет судить вас, оно. Поэтому задуматься надо. Все. Спасибо, Господи, всех. Аллилуйя. Ну, все, тогда до свидания. До свидания. С Богом, отключайте, пожалуйста. До свидания. Вот теперь надо мне как-то нажать, я не знаю. Никита, за тобой дело-то. Тут она висит, песочница-то. Куда нажать-то, отключить, пожалуйста. Спасибо, Христе. Никита, помоги мне выйти из этого. Как его? Сергей Павлович, что-то хотели спросить? Все, ушел. Ушел. Чтобы отключил Сергей Павлович. Ну все. Попробуй, там, вот это, бывает. Что сделалось, я не знаю. Ну все, тогда, заключай. Сейчас. Увидимся. Продолжение следует...